Продолжаем знакомиться с травмой груди. Начнём с диагностики и с диагностики необычной. Диагностика на амбулаторном уровне. Если мы с вами говорим о травме груди, то здесь мы обязательно должны понимать, что диагностику мы начинаем с наличия или отсутствия раны в области грудной клетки. Затем оцениваем кожный покров пациента. После этого приступаем к оценке боли, особенно при сопутствующих повреждениях рёбер и грудины. Следующее. Необходимо понять, есть у пациента одышка и затруднение дыхания или нет. Есть ли у него ограничения дыхательных движений, посмотрев на экскурсию грудной клетки. Наличие кровохаркивания, признаки открытого пневмоторакса, явление гиповолимического шока, есть ли подкожная эмфизема, есть ли эмфизема средостения и нарастают ли у него признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Перелом ребра. Боль вместе перелома усилился при форсированном движении грудной клетки. То есть вы просите пациента подвигать грудной клеткой быстро. Затем ощущение удушья, так как не хватает воздуха. Затруднение дыхания. Загрудинные боли. Стойка артериальной гипотензии при сопутствующей травме сердца. Перелом ребра. У пациента будет локальная боль. Она будет усилиться при акте дыхания и форсировании движений грудной клетки. Дальше. Что еще? Ограничение дыхательной экскурсии на стороне поражения. Деформация контура грудной клетки. Парадоксальное дыхание при наличии реберного клапана. Локальная болезненность при пальпации. Усиление боли в зоне перелома при встречной нагрузке на неподвижном отделе грудной клетки. То есть, сдавливаем грудную клетку в передне-заднем направлении. О, в передне-заднем и латеральном направлении. Дальше. У пациента будет костная крепитация, которая определяется пальпаторно. Или при аускультации над участком перелома во время дыхания. Пиркуторное определение наличия воздуха или крови в клевральной полости. Используем аускультацию для того, чтобы выявить снижение функции легкого на стороне поражения. Подкожная эмфизема определяем, эмфизема средостения, тахипноя, поверхностное дыхание, тахикардию и снижение АД. Также может быть бледность и цианоз кожных покровов. Идем дальше и доходим до травмы сердца. Наличие раны в проекции сердца или паракардиальной зоне на передней, боковой и задней поверхности грудной клетки. Что уже вас должно долгнуть на то, что возможно есть травма сердца. Кратковременная или пролонгированная потеря сознания с момента травмы. Чувство страха, смерти и, как ни странно, тоска. Затруднение дыхания. Различные степени выраженности. Тахипноя. Частота может дыхательных движений доходить до 30-40 в минуту. Пальпаторно-ослабленный или отсутствующий сердечный толчок. Пиркуторно-расширение границ сердца. Аускультативно-глухие или неопределяемые тона сердца. Патологические шумы, такие как шум мельничного колеса или журчащий шум. Вот такой. Тахикардия. Низкая Д. По ЭКГ у нас будет снижение вольтажа зубцов, которое конкордантно смещение интервалов СТ. Не путать с Ким Кардашьян. Сглаженность или инверсия зубца Т при ранении венечных артерий. Изменения, характерные для острого инфаркта миокарда. Нарушение внутрижелудочковой проводимости. Глубокий зубец Ку. Зазубренность и расширение комплекса КУРС. При повреждении проводящих путей признаки блокады. Надо помнить, что очень сложно диагностировать травму сердца. И остальные патологии, которые могут появиться у пациента, они будут мешать вам для того, чтобы диагностировать. Поэтому, если у вас есть повреждение грудной клетки, и оно в области сердца, то желательно думать о том, что может быть повреждено сердце. Не забывайте об этом, пожалуйста. И тампонада. Значит, для тампонада Перикарда характерна триада Бека. Это снижение артериального давления, увеличение центрального венозного давления и глухость тонов сердца. Значит, что еще может сопровождать гематампонаду? Значит, это набухание и напряжение шейных вен с снижением артериального давления. То есть, опять же, надо помнить всегда, что будет снижение артериального давления. Парадоксальный пульс, то есть, он будет малым в напряжении и аритмичный. Расширение границ сердечной тупости в поперечнике. Но я уверен, что вы не будете на амбулаторном этапе искать расширение границ при перкуссии просто из-за того, что не хотите терять время. Систолическое артериальное давление. Оно обычно, опять же, ниже 70. Снижение систолического артериального давления на вдохе на 20 и более миллиметров крупного столба. Диастолическое давление крайне низкое или не определяется. ЭКГ признаки, опять же, снижение зубца R, инверсия зубца T, признаки электромеханической диссоциации. Другие травмы сердца. Изначально при диагностике нам необходимо узнать обстоятельства закрытой травмы. Это ДТП, падение с большой высоты, по-другому катотравма, или с давлением грудной клетки под прессом. Измеряем артериальное давление. У пациентов будет снижение артериального давления, может быть потеря сознания за счет гипоксии головного мозга, ощущение сердцебиения, тахикардия, плюс одышка различной степени выраженности, постоянная боль в области сердца, не связанная с актом дыхания, боли за грудиной с радиацией в левую руку, систолический шум на верхушке, шум трения перикарда за счет развития гемоперикарда. Левая желудочковая недостаточность и, по сути, еще много чего, о чем я не знаю. Так, дальше. При диагностике будет видно наличие дефекта кожного покрова, а также, возможно, сосущая, так называемая, или зияющая рана грудной клетки. Что имеется в виду сосущая? Представьте себе... Даже не знаю, что представить. Вот что-то типа того. Рана будет делать примерно так. То есть, из-за снижения и увеличения давления она как бы будет присасывать воздух в себя, и это будет слышно и видно. Такие пузырьки могут появляться. Плюс у пациента будет бледность или цианоз кожных покровов, локальная боль, особенно если есть повреждения ребера или грудины, одышка и затруднение дыхания, ограничение дыхательных движений, кровохарканье, признаки открытого пневмоторакса, такие как, опять же, одышка, цианоз, тахикардия, беспокойство и ощущение страха и смерти, явление гиповлимического шока, подкожная эмфизема, эмфизема средостения, нарастающие явления дыхательной и сердечной недостаточности, физикальные эпизитники пневмоторакса, в том числе клапанного и гемоторакса со смещением средостения в здоровую сторону. Какой же диагностический алгоритм необходимо подобрать? Если мы говорим о травме груди, то, во-первых, необходимо сделать визуальную ревизию раны и определить траекторию раневого канала. После этого, то есть, если вы определите траекторию раневого канала, то уже будете знать примерно, куда могла полететь пуля, или куда мог пойти нож, или как ударившись органы, могли, точнее, как ударившись, какие органы могли пострадать. Дальше, перкуссия грудной клетки для устранения факта наличия пневмоторакса или гемоторакса. При перкуссии мы будем, если мы чувствуем ясный легочный звук, если мы слышим ясный легочный звук, то нету ничего. Если притупление, то, соответственно, вероятно, там есть в нижних отделах это жидкость, в верхних отделах это воздух. Измерение артериального давления и подсчет ЧСС обязательно. Подсчет частоты дыхательных движений и определение уровня сознания. Идем дальше. Переломы ребер. И сюда же можно добавить и грудину. Значит, осмотр. Выявляем кровоподтеки в зоне повреждения и над еремной вырезкой. Там, если мы видим вот здесь вот выбухание, вот такое, то вероятнее всего у пациента есть там повреждения и мы видим гематому ретростернальную. При пальпации определяется локальная болезненность в месте перелома и ступнеобразная деформация при смещении отломков. Что имеется в виду подступниобразной деформации? То есть это как вот след. Вот вы идете куда-то по снегу актуально или по пляжу значит не актуально и за вами идет ваш след. То есть по сути вы вдавливаете что-то и вот при смещении костных отломков кожа тоже немножко продавливается. Что приводит к такому эффекту. Для исключения травмы сердца необходимо сделать ЭКГ. То есть вот такой вот у вас незамысловатый алгоритм который необходимо выполнить. Перелом ребер. Продолжаем. Осматриваем грудную клетку выявляем деформацию участков грудной клетки особенно при дыхании. Продолжаем пальпировать пациента а именно в области ребер для выявления локальной болезненности деформации крепитации патологической подвижности и наличие реберного клапана. Продолжаем пальпировать ткани в зоне повреждения в динамике для определения наличия эмфиземы и темпа ее нарастания. То есть условно через каждые 10 минут опять же смотрите есть ли крепитация или нету. Есть ли эмфиземы соответственно или нету. Перкуссия грудной клетки для установления факта наличия пневмоторакса или гемоторакса. Ну опять же тупой звук добрый вечер. Аускультация для выявления функции легкого на стороне поражения. И гемодинамика с ЧТД а также с уровнем сознания. Травмы сердца. Какой же алгоритм мы будем выполнять здесь? Значит если у пациента есть гемоперикард то мы опять же визуально ревизируем рану определяем траекторию раневого канала перкуторно определяем границы сердечной тупости ну это по правилу собственно так правильно. Дальше перкуссируем перкуссию производим грудной клетки для установления факта наличия сопутствующего пневма или гемоторакса ну как и обычно при груди. Аускультация для выявления нарушения функций сердца и легких на стороне поражения. Измерение артериального давления ЧСС то есть гемодинамику ЧТД визуально выявляем признаки высокого центрального венозного давления. Что это за признаки? Это набухание поверхностных шейных вен. А также может быть небольшая адутловатость лица. После того как вы это увидели определяете уровень ЦВД после катетеризации магистральных вен и определяете уровень сознания. Другие травмы сердца. все то же самое осмотра грудной клетки перкуссию определение границ сердечной топости перкуссию для установления факта наличия сопутствующего аускультацию для выявления нарушения функций сердца измерение ЧСС подсчет ЧТД визуальное выявление признаков ЦВД определение уровня ЦВД то есть по сути вообще ничего не меняется кроме ревизии раны. Травма других и неуточненных органов грудной полости значит визуально опять ревизируем рану определяем траекторию раневого канала перкуссию для определения границ сердечной топости перкуссию грудной клетки для установления факта наличия сопутствующего мимоторакса и гемоторакса аускультация для выявления нарушения функций сердца и легких на стороне поражения измерения АД подсчет ЧСС подсчет ЧДД изуально признаки ЦВД определяем ЦВД определяем уровень сознания вообще мне кажется что я могу и не повторять это все и вам и так будет понятно что мы все то же самое будем делать чем отличается кардинально стационар значит тем что мы можем выполнить лабораторные исследования при выполнении лабораторных исследований нас будет интересовать общий анализ крови кислотно-основный состав крови биохимия и газовый состав артериальной крови он будет меняться в ту или иную сторону в зависимости от той или иной патологии инструментальные исследования обязательно ЭКГ обязательно рентген и вот здесь почему-то не указано но как мне кажется выполнение КТ оно во-первых более познавательно что ли но в любом случае если у вас нету КТ рентген необходим но если у вас нету рентгена и есть КТ то это странно так дополнительные диагностические мероприятия УЗИ КТ МРТ ну вот опять же КТ я бы хотел чуть повыше все-таки ну и на этом по сути все спасибо за внимание и опять же задача на плюшку вот она здесь прочитайте внимательно и отвечайте первый ответивший плюшка первый правильно ответивший не забывайте у всех есть шанс ну если у вас есть желание все спасибо за внимание надеюсь был полезен и чертовски интересен спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание